В этой серии проповедей на основании Евангелия от Матфея мы изучаем прекрасный путь. Если говорить о прекрасном пути, то никто не прожил его так, как Иисус. Он прошел через все города и поселки в Галилее, уча в синагогах, провозглашая Евангелие Царства и исцеляя все болезни. Реакция на Него в Израиле и за ее пределами была ошеломляющей. За Ним ходили толпы людей. Посмотрите на Матфея 5.1. «Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики. Не все в той толпе были посвященными учениками, но они шли за Ним. Они пришли, чтобы посмотреть и послушать. Исполнились слова пророка Исаии с 9 главы. Они записаны в Матфея 4, 15 и 16. «Земля, Завулона и земля, Нефалима, на пути к морю за Иорданом, Галилея Языческая, народ, живущий во тьме, увидел великий свет. И на живущих в стране смертной тенево сиял свет». Свет Иисус сияет. Пора Иисусу показать, как будет выглядеть на земле Царство Небесное и культура неба. Теолог Джон Сток назвал свою книгу о Нагорной проповеди «Христианская контркультура». Проповедь, которую мы видим от Матфея 5, 7, прекрасно демонстрирует, что значит быть учеником Иисуса на земле. В конце проповеди мы видим, что толпа поражена услышанным. Что же было таким интригующим в учении Иисуса? Вы готовы услышать Его слова? Для того, чтобы произнести свою проповедь, Иисус поднялся на гору. Мы можем заметить, что Матфей часто говорит о горах. Именно на горе во время искушений дьявол раскрывает Иисусу свой план для Него. Все царства Земли будут принадлежать Иисусу. Если Он всего лишь склонится перед дьяволом, дьявол предложил простой и быстрый путь к получению всемирной власти. Но есть одна уловка — Иисус должен вместо к любви Отцу выбрать поклонение сатане. Иисус посылает дьявола куда подальше. Место произнесения на горной проповеди — это горная местность на северо-востоке от Капернаума. Там был прекрасный вид на Галилею. Возможно, именно там, в конце Евангелия от Матфея, Иисус дал Своим ученикам великое поручение. Но перед тем, как идти и проповедовать всем народам, на горная проповедь должна быть в наших устах. Когда Иисус сел, к Нему подошли ученики. В еврейской культуре учитель садился, когда собирался учить чему-то. Ученики — это те, кто следовали за Ним, учились у Него. Многие оставили знакомые им вещи, чтобы строить свою жизнь вокруг Иисуса. И они росли в понимании того, кто Он. А в Нагорной проповеди Иисус излагает прекрасный путь к культуру небес на земле. Знаете, как она выглядит? У людей разные взгляды на Нагорную проповедь. Некоторые считают, что в ней представлен стандарт морали настолько недостижимо высокий, что он актуален только для будущего, для тысячелетнего царства. Иными словами, это стандарт, это совершенство, способность быть таким, как Бог. А значит, Он был недостижим для Его первых учеников. И, конечно же, недостижим для нас. В свою очередь, хочу сказать, что учение Иисуса в этой проповеди, конечно же, бросает нам вызов. Но Иисус ожидает, что все Его последователи будут жить по Его учению уже сейчас. Он говорит о Царстве Небесном здесь и сейчас. Вопрос только в том, как это возможно. Другие считают, что цель этой проповеди — описать абсолютное моральное совершенство Бога и привести нас в отчаяние из-за полного несоответствия Богу. Таким образом, мы якобы должны покаяться и ожидать оправдания через Иисуса. Однако праведность, описанная здесь, — это не та праведность, которая является оправданием по вере. Это скорее праведность жизни, подчиненной Иисусу. То есть личная праведность должна быть характерной чертой каждого, кто входит в Царство Небесное. Другие нашли в этой проповеди вдохновение для своей социальной активности. В 20 веке учение Иисуса оказало огромное влияние на Махатма Ганди, когда Он возглавил освободительное движение в Индии, так называемую «ненасильственную революцию». То же самое было с Мартином Лютером Кингом, известным лидером за гражданские права. Он постарался сделать учение Иисуса из этой проповеди основанием для своего движения «ненасильственного гражданского неповиновения». Конечно же, на любого, кто серьезно относится к этой проповеди, оно окажет сильное влияние как личной, так и социальной жизни. Есть люди, которые считают Нагорную проповедь сборником случайных высказываний, собранных вместе Матвеем. Я же воспринимаю ее как подлинное учение Иисуса на горе, данное для определенного случая. Структура послания — это объединение всего. Как учитель, путешествующий из поселка в поселок, Иисус, скорее всего, проповедовал эту проповедь не один раз. Я хочу сказать, что в этой проповеди мы слышим голос Иисуса. За этой проповедью стоит сам Иисус со всей своей властью. Пункт один. Учение Иисуса открывает ценность прекрасного пути для всех его последователей. Во втором стихе мы читаем, и он начал их учить такими словами. В оригинале сказано, он открыл уста и начал учить их. Эта идиома указывает на откровение, то есть это проповедь. Это откровение о том, как нужно следовать прекрасному пути, когда Царство Небесное придет на землю. Кстати, Царство Небесное — это центральная тема всей проповеди, напоминая, что под Царством Небесным подразумевается правило Небес. Правила Небес, их культура видны в Иисусе, как в Его действиях и образе жизни, так и в Его учении. В этом учении Иисус учит своих последователей молиться. «Отче наш Небесный, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Эта проповедь показывает, как быть учеником в нашем повседневном мире. Третий стих. «Блаженный нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство». Что значит «блаженный и благословенный». Возможно, вы думаете о популярных самоучителях, которые вдохновляют вас думать позитивно, использовать все возможности и пользоваться всем, что Бог имеет для вас сейчас. Бог же хочет, чтобы вы были счастливы. Даже взглянув на социальные сети, мы можем увидеть, сколько людей думают о благословениях. Я поступил на бесплатное отделение, хэштег «благословение». Мне повысили зарплату, хэштег «благословение». У меня прекрасная семья, хэштег «благословение». Так что же такое благословение от Бога? Во-первых, быть благословенным, это необязательно чувствовать себя счастливым. Это не мимолетное чувство, что все идет по-вашему. И благословенная жизнь — это не синоним успешной жизни. Быть благословенным — это быть целостным, довольным, приятным, благодаря отношениям с Иисусом. Благословенный — это тот, у кого хорошее отношение с Небесным Отцом. Благословенный живет под Божьей благодатью и заботой, даже в сложных обстоятельствах. Матвея 5, 3 по 12 стих находятся известные заповеди блаженства. Слово «блаженство» происходит от латинского слова «bitos», что значит «благословенный». В этих заповедях блаженства представлена суть жизни в Царстве, по-настоящему благословенные жизни. Они как дверь, в которую ученики должны войти, чтобы попасть в прекрасный путь. Для читающего их в первый раз они могут показаться перевернутыми и даже странными. Ценности заповедей блаженства отличаются от наших традиционных ценностей. Иисус меняет взгляд на то, что сейчас в чести. Он дает новое определение источнику почестей. Теперь это принятие Бога, а не одобрение людей. Заповеди блаженства — это ценности Царства, карманный путеводитель к благословенной жизни в Царстве Небесном. И еще раз, третий стих. «Блаженный нищий духом», потому что им принадлежит Небесное Царство. Нищий духом? А почему не полные духа? Сильные или самоуверенные? В Луке 4 Иисус приходит в свой родной город Назарет, в Галилее, идет в Синагогу, место собрания евреев. Ему подали свиток Исаии. И вот что он прочел в Исаии 61. «Дух Господа на мне, потому что он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послан меня возглавить свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Иисус свернул свиток, вернул его служителю синагоги, сел и сказал, «Сегодня, когда вы слушали, исполнились эти слова Писания. Иисус пришел возвещать радостную весть бедным или нищим духом». Нищий духом — это не слабохарактерный человек и не тот, у кого низкая самооценка, а тот, кто знает свою потребность в Боге и приходит к Богу с пустыми руками. В Исаии 66.2 Бог говорит, «Вот кем я дорожу, тем, кто кроток и сокрушен духом и трепещет перед Словом Моим». Вопрос в том, смиренны ли мы перед Богом. Быть нищим духом — это признать свою полную зависимость от Бога, не быть трусом, а осознавать свое духовное несостоятельность. Нищий духом человек осознает, что никакое позитивное мышление или другие стратегии ничего не изменит. Он взывает о милости. Комментатор R.T.France написал, «Быть нищим духом — это противоположность высокомерной самоуверенности, которая не только попирает интересы других людей, но, что более важно, заставляет человека относиться к Богу как к неуместному». Заметьте, это благословение мгновенно. Им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное принадлежит тем, кто знает, что у них нет ресурсов, материальных или духовных, которые помогут им перед лицом Бога. Его получают не из-за расовой принадлежности, не за добрые дела, не за репутацию или достижение. Его получают те, кто радостно принимают господство Иисуса, те, кто понимают, что их вход в Царство возможен только по благодати через веру в одну единственную личность по имени Иисус. Последователи прекрасного пути признают свое духовное банкротство. Даже сейчас Царство Небесное принадлежит им. Нищие духом наслаждаются благословениями и отношениями с Иисусом. Уже сейчас они приняты как сыновья и дочери Бога, а еще они ожидают всю полноту Божьих благословений в будущем, когда Христос вернется за Своими людьми. Иисус продолжает. Матфея 5,4 «Блаженны плачущие, потому что они будут утешены». Плачущие, не позитивные и дальновидные, плачущие – это скорбящие о своих духовных, моральных, эмоциональных утратах из-за греха. Когда Иоанн Креститель и Иисус проповедовали, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Они ожидали увидеть сокрушенные сердца. Плач из-за греха, это личного и общественного, ведет к стремлению получить прощение и исцеление от Иисуса. Присутствие Иисуса утешает скорбящих. Послушайте еще раз. Исайя 61 Там описано все, что принес Иисус. Он пришел, чтобы утешать всех скорбящих, и позаботиться о горящих, на Сионе дать им венок красоты вместо пепла, масла радости вместо скорби и одежду славы, вместо духа отчаяния, и назовут их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его славу. Это Исайя 61, стих 2 и 3. Ангел сказал Иосифу перед рождением Иисуса, «Назовешь Его Иисус, потому что Он спасет людей от их грехов». Это Матфея 1, 21. Апостол Павел пишет ученикам Иисуса в Коринфе. «Но сейчас я рад». Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого вреда. Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет к спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Наша печаль греха не должна привести нас в отчаяние, а скорее обратить нас к Иисусу, к тому, кто пришел заменить нашу печаль и скорбь радостью. В этой жизни мы скорбим из-за последствий нашей независимости от Бога. Мы скорбим из-за разрушения семьи, духовного заболевания, эмоциональной боли или физического недуга из-за несправедливости во всех ее проявлениях. Но при этом мы не отчаиваемся. Иисус приносит нам исцеление, и мы знаем, что нас ждет полное утешение, когда Царство Небесное придет на землю во всей полноте. Иоанн, ученик Иисуса, пишет, «Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопли, ни боли, потому что прежнее ушло». Откровение 21. Павел пишет, что наш Отец — это Бог милости и утешения, который утешает нас во всех наших скорбях, когда мы переживаем Царство Небесное во всей Его полноте. В пятом стихе Иисус продолжает. «Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю». Кроткие? Грекам это было очень сложно принять. Греки считали, что кротость — это плохо. Для них это означало раболепствовать и присмыкаться. «Кротость значит слабость». Но у Иисуса был совсем другой взгляд. Для Него кроткий — это мягкий. Иисус сам называл Себя мягким и смиренным Духом. Это сказано в Матвее 11, 29. Он не требующий, хитрый, задиристый или манипулирующий. Иисус кроткий, но при этом Он выступал против религиозных лидеров с истиной. Он упрекал учеников, когда это было нужно. А еще Он до самого конца вытерпел страдания на кресте. Иисус не был слабым, но был мягким. Мы живем в мире буллинга, в мире людей, которые унижают других. Один из старейшин нашей церкви рассказал мне такую историю. Когда он учился в младших классах, его одноклассник доставал и бил его. Он не мог понять, почему, придя домой после школы, он рассказал маме о случившемся. Мама предложила «Фил, а почему бы тебе не принести этому хулигану домашнее печенье?» И на следующий день Фил пошел в школу с тарелкой печенья для хулигана. После этого Фила больше никогда не обижали. Весьма практичный урок о ценностях Царства Божьего, который Фил никогда не забудет. Кроткие не хотят отомстить. Они не озлобленные, согласно Иисусу, именно кроткие. Они суровые и тираничные. Не те, кто пытаются защитить свое маленькое царство. Унаследуют землю. Этим словам прекрасно подходит 36-й Псалом. Я хотел бы процитировать его. «Найдется на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. Доверь свой путь Господу. Уповай на Него. И Он совершит такое, еще немного, и нечестивых не станет. Будешь искать их, но не найдешь. А кроткие унаследуют землю и насладятся благополучием». Кроткие уповают на суверенную заботу Бога. Они ждут, пока Сам Бог разберется с плохими. И они знают, когда небеса придут на землю во всей полноте, «Когда Бог создаст новые небеса и новую землю, они унаследуют такую землю». Так сказано в Откровении 21. Иисус продолжает. Шестой стих. «Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся». Люди, которые ощущают голод и жажду, испытывают серьезную нужду. Они могут умереть, если эта нужда не будет выполнена. Они сгорают от нетерпения, чтобы воля Божья исполнилась на земле. Праведность, по которой они жаждут, состоит из их собственной праведности, потому что они знают, что они были в узах греха. Во-вторых, они жаждут справедливости для всех тех, кто столкнулся с несправедливостью. В-третьих, они жаждут спасения всего мира, который живет под бременем греха. Иными словами, они желают не только того, чтобы их сердца были полностью подчинены воле Божьей, но и того, чтобы справедливость воцарилась повсюду, и чтобы все познали спасение Иисуса. И они знают, что единственный источник этой праведности и справедливости — это сам Бог. Несколько месяцев назад я спрашивал Бога, что Он хочет, чтобы я делал в 2020 году. И мне в голову сразу пришли слова из Михея 6.8. «О, человек, Господь сказал тебе, что есть добро, и чего Он требует от тебя — действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом». А спустя несколько недель после этого кто-то из наших детских служителей подарил мне эту кружку. Впереди написано хэштег «Благословение», а сзади написано «Поступай справедливо, люби милость, ходи смиренно». Я сказал ей, «Вы даже не представляете, как уместно сейчас эта кружка». Думаете, Бог хочет, чтобы я так жил? Благословенны те, кто жаждут Божьей справедливости. Любите милость. Благословенны кроткие, ходите смиренно перед Богом. Благословенны нищие духом, которые скорбят о собственной греховности и признают свою полноту зависимости от Бога. Что же такое благословение? Это быть полностью удовлетворенным в Иисусе и ходить в духе. Когда его дух жив в вас, вы становитесь еще больше похожими на Иисуса. Так вы можете поступать справедливо, любить милость и ходить смиренно. Так вы будете на прекрасном пути Иисуса. В Матфея 23 Иисус семь раз говорит «горе вам». Это семь неблагословений, которые параллельны первым семи заповедям блаженства. Иногда нам проще понять то, что говорит Иисус, когда мы смотрим на противопоставления. Иисус произнес семь несчастий на религиозных лидеров, потому что они были надменны, самоправедны, осуждающими лидерами. Цитирую. «Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина. О самом важном в законе, справедливостью, милостью и верностью вы пренебрегаете». Это Матфея 23, 23. Иисус называет их мытыми гробами. Снаружи они выглядят праведными, но внутри они мертвы. Религиозные лидеры того времени были сфокусированы на праведности от закона, но все их усилия привели только к самоправедности. Они не могли войти в Царство Небесное. Самоправедность и гордость всегда не пускают нас в Царство Небесное. Иногда, общаясь с другими христианами, я слышу много гнева, осуждения, самоправедности и высокомерия. А иногда я вижу все это в себе. Давайте помнить, что в Царство Небесное входят нищие духом. Они опечалены своей греховностью, они смиренны перед Богом и кротки в общении с другими. Они хотят, чтобы их жизнь становилась похожей на Иисуса. Они желают видеть справедливость в этом мире. Они хотят, чтобы окружающие получали новую жизнь в Иисусе Христе. Вот почему они горят. Итак, что же нас отличает? Хочу спросить вас, вы бы хотели находиться с кроткими, смиренными и жаждущими праведности, или же сердитыми, осуждающими, самоправедными и высокомерными? Меня больше привлекают те, кто находится на прекрасном пути. Последователи прекрасного пути кроткие и жаждут Божьей праведности. Когда Иисус сел, к Нему подошли Его ученики, и Он начал их учить. Но при этом Он не сводил глаз с толпы. Возможно, вы тоже сейчас в толпе, и не знаете, кто такой Иисус. Возможно, вы слышали о Нем, но не знаете, что значит иметь с Ним отношения. И не знаете, как это должно выглядеть. Когда нашей дочери Алане было шесть лет, наша семья жила в Бразилии. Несколько лет она училась в одном классе с дочкой Пеле по имени Джамима. Однажды Аллану пригласили в их пляжный дом. Когда она вернулась домой, мы спросили ее, «А какой Пеле? Нормальный?» Она понятия не имела, кто он такой. Спустя несколько недель мы ехали по одному из главных проспектов Сан-Паулу, и Алана вдруг как закричит, «Я его знаю!» Она увидела лицо Пеле на билборде. Моя дочь провела все выходные в доме самого известного человека на планете на то время, но не знала, кто он. Возможно, вы такие же. Без тени сомнения, самый известный человек в истории это Иисус, но, возможно, у вас не было возможности узнать о Нем и о Его пути. Возможно, вы были в толпе, но так и не стали последователем. Возможно, вы не понимали, как встать на Его прекрасный путь. Знаете, что Иисус приглашает вас в Своё Царство и предлагает вам новую жизнь. Он хочет, чтобы вы узнали Его лично. Вы входите в отношения с Ним, становясь нищим в духе, скорбя над своими грехами, смиряясь перед Богом и желая Его праведности. Вы не просто скорбите и желаете, но и отвечаете на приглашение Иисуса. Вы доверяете Ему Своё спасение. Когда вы подчиняете свою жизнь Иисусу, вы прощены. Вы праведны перед Богом. Вы свободны от Своей вины. Вы избавлены от стыда, позора, страха и смерти. Это дар Божий благодати, а не плата за ваши дела или хорошие качества. Вы наполняетесь Духом Божьим, который меняет вас в образ Иисуса. Он даёт вам силы следовать по прекрасному пути. И когда вы живёте каждым словом, исходящим из Его уст, вы имеете глубокое удовлетворение. Депли satisfied.